...ликвидировали, да. Это борьба с язычеством. Кстати, вы не будете писать письмо в газету, что Краеведческий музей пополамизирует язычество? Боже, мне спасибо. А вот нам такие приходят иногда сумасшедшие тетеньки и пишут письмо в газету Карелия, говорят, что Карельский музей во главе с Гальденбергом пропагандирует язычество. У меня написали письмо только один из института. Когда я поступал в аспирантуру в наш институт, это было давно, так совпало, что я сдавал экзамены в аспирантуру и одновременно выступал в суде. Общественным защитником туда был такой институт. В общем, это была жуткая совершенно история. Я тогда работал, не пугайтесь, я работал в фармацевтическом техникуме, но я не преподавал информации, я преподавал политэкономию. Зачем она нужна фармацевтам, я до сих пор не знаю, но преподавал. И у нас там были студенты из Чеченной Ингушетии, тогда еще была одна республика. Их только что вернули, надо было восстанавливать республику, и надо было иметь собственных фармацевтов. Нам их прислали. Мальчиков, хотя это заведение было исключительно девичьей. Ну, можете себе представить, что там происходило в связи с этим. Но вот однажды произошла на какой-то танцульке драка, и один из этих мальчиков, очень хороший парень, так сказать, я там еще занимался воспитательной работой в середине, он был опорой моего трона. Его лупили вчетвером, он отбивался как мог, в конце концов достал нож и ударил, и убил на повал. Вот. Складной такой ножичек. У меня в экспедициях всегда был такой же нож. Я потом спрашивал у знакомого доктора, можно ли таким ножом убить человека. Сказал, подумал, поглядел на него, сказал, ну если очень не повезет. Я говорю, кому? Ну, обоим, сказал он. Ну, вот, потом, значит, был суд, его приговорили к расстрелу. Там были газеты в статье в вечернем Ленинграде по этому поводу, об этих негодяях, которые... Это происходило, между прочим, под крики «бей черных». Это было уже тогда? Да. Это было в 60-м году. Это всегда было. Это было в 60-м году. Вот. Я написал письмо председателю Верховного Суда Республики. Я, между прочим, по образованию и по первому юристу. Так что трепещите. Я хотел быть защитником на его суде, но в райком партии запретил защищать милицию. А суд, к моему большому изумлению, распорядился, значит, доследовать это дело, потому что там была драка массовая. И защитники не выявлены. Ну, тут быстренько выявили защитников, еще одного нашего студента русского, и одного студента из враждебного техникума. Ну, их обсудили уже просто за хулиганство, и вот этому разрешили, значит, выдвинуть защитника. Я не сказал, вот мы, вот меня защитником, нашему студенту, и этому русскому студенту. Но так как главная проблема в том, кто был защитником драки, и какая сторона, так сказать, то, значит, я буду защищать этого косвенным образом туре. Ну, вот, значит, шел в суд, а я отпрашивался, значит, на два часа, чтобы сдать очередной экзамен аспирантуру. А потом, несколько лет спустя, мне рассказали, что в институт пришла бумага, что вот кого они защищают, вот этот, значит, претендующий на аспирантуру, защищает… Будущий, так сказать, ученый, претендент. Да. А директором нашего института был тогда, то есть, Гафуров, если вы помните, кто это такой бывший кандидат в члены политбурона, что-то там впал в невилости, его послали руководить наукой. Ему показали это письмо и сказали, что с ним делать. Он сказал, ничего не делать. Ну, смотри, даже понятно, почему впал в невилость. Может быть. Мне это дело сошло с рук. Возможно, это колотушка для бутна, возможно, это какой-то символ, возможно, он устанавливал его у себя в чуме, трудно сказать. Вот так иначе, видите, это было очень важно. И ему, когда он ушел в другой, в летнюю пудру, его поместили ему на бутну. Глобализация. Что это, красный директор, фигмализирует? Жизнь, 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 жизнь. В Тачкане, красный директор, фигмализирует, встречается рынок. А, сошли в мир. Он пришел сваться в еврейскую семью. Вот. Отец встает и говорит, понимаете, мы не можем выдать вашу девочку за вас. Все-таки вы Чукчик. Вы представитель, ну, как бы другой цивилизации. Понимаете? У вас еврейская девочка хорошая. Чукчик говорит, однако пятьдесят тысяч долларов. Отец опять встает и говорит, поймите, ну, вы оленевод, кочуете. У нас домашняя девочка, так сказать. Чукчик говорит, однако сто тысяч долларов. Мать отца за рукавом теребит, говорит, слушай, тебе не кажется, что он немножко на японца похож? Такой ментальный анекдот. А окончание того анекдота еще разочек. Скажите, то есть пьян, не пьян, но... Повеселел. Ну, повеселел. Всех вам благ. Что-то вы смотрите более внимательно на эту... Пошел. Пошел. Музики нашего директора. Очень здорово. Чуть-то тут заглянем быстренько. У нас... Что-то тут собаля, что-ли, водится. Это Соболь, те кто делает экспозицию, очень здорово, хорошо сделано. Я занимаюсь, во-первых, историей государства и права, по своему первому образованию я юрист, и, собственно, это и привело меня в востоковедение. Я понял, что древние законы надо уметь читать в оригинале, поэтому я выучил соответствующие языки, поступил в аспирантуру этого института, где вот и пребываю по сей день. Это, значит, моя первая специальность. Ну, потом меня интересует теория истории. Понимаете, у нас в нашей стране отношение к теории истории очень плохое, потому что мы все сильно ушиблены советским вариантом марксизма, крайне упрощенным. Но на самом деле, конечно, никакая наука без теории существовать не может, и если история наука, там должна быть теория. Вот я, по мере возможности, занимаюсь этими проблемами. Кроме того, я перевожу поэтические тексты с аккадского языка на русский язык. Вот стихами, как они написаны в оригинале. Вот мной подготовлено несколько новых переводов, которые до сих пор по-русски не были известны, и тексты эти, они, надеюсь, будут опубликованы в недалеком будущем. Мы когда-то коллективно издали антологию поэзии древней на аккадском языке, которая была, написано это все клинописью. И мы хотим переиздать эту нашу антологию, но с большим количеством дополнений. Вот дополнение я и готовлю. Не только я, конечно, и другие мои коллеги тоже. А что касается нового, то здесь, конечно, область, эта область настолько обширна и настолько богата открытиями, что мы иногда полувшутку, полувсерьез говорим, что пора бы вообще приостановить археологические раскопки, чтобы дать возможность разобраться с тем, что уже есть. Там хватит работы на ближайшие сто лет и без новых находок. Но новые находки бывают, конечно, удивительными, тем не менее, и очень интересными. Какие вот самые яркие? Как вам сказать? Для, ну, может быть, одной из самых таких сенсационных находок, она, правда, была совершена уже 20-30 лет тому назад, были раскопаны погребения ассирийских цариц. Дело в том, что неразграбленные погребения встречаются чрезвычайно редко у нас во всех странах, в том числе и в древнем Ираке тоже, в древней Месопотамии. Это встречается чрезвычайно редко. А здесь был как раз этот случай? Вот это был как раз этот случай. Это были могилы трех цариц ассирийских супругов. Все они были супругами знаменитых ассирийских царей. И там было найдено потрясающее количество потрясающе красивых ювелирных изделий. Больше 100 килограммов. Весом и невероятно красивых. Когда вот происходила последняя война в Ираке, когда там пришла весть о том, что музеи там подвергаются разграблениями, разграблениям мы очень испугались, в частности из-за участия вот этой коллекции. Но, к счастью, она уцелела. Она еще полностью до сих пор не издана. Но кое-что можно было уже увидеть на фотографиях, прочитать весь книга этому посвященная. Это невероятные красоты вещи. Но нам было, конечно, известно, что мастера, ассирийские мастера, замечательные мастера, что до такой степени доходило их искусство, конечно, и вообразить было невозможно, потому что, повторяю, эти драгоценности, как правило, не доживали до нашего времени. Вот это такая огромная удача. Ну и потом, конечно, каждый год находят большое количество клинописных табличек. Вот это и заставляет нас просить об моратории на раскопке, потому что невозможно с этим уже управляться. Кстати, о клинописи вы еще в юности, в молодые годы увлеклись расшифровкой, чтением, да, клинописных табличек. Я не увлекся, конечно, этим. Это необходимое условие этой работы. Тому, кто не умеет читать клинопись, там нечего просто делать. Но она вас захватила. Ну, как бы сказать, захватила, не захватила, а пришлось изучить. Вот так я бы сказал лучше. Это довольно нудное занятие, но, в общем, это преодолимо, конечно. Нас не так уж мало. В нашей стране и большая часть из нас ученики замечательного нашего, к сожалению, уже покойного, учителя Игоря Михайловича Дьяконова. И мы все, так сказать, все вот ученики Игоря Михайловича Дьяконова по прямой линии восходим, не в смысле родословные, в смысле научные родословные, к первому из замечательных российских ассириологов, Шилейко. Он был в свое время мужем Анны Ахматовой, может быть, кто-то знает. Вот. Он был самоучка, тогда, правда, он языку учился, но клинопись он изучал самостоятельно. Вот. И он был гениальный ученый. Его работы до сих пор не устарели, что в наше время чрезвычайно быстрого развития науки, большая редкость, но его работы до сих пор являются образцовыми. Вот. Он был учителем учителя Игоря Михайловича Дьяконова, так что я как бы его правду. Вот. И это мы всегда помним, мы всегда помним, так сказать, наше происхождение, мы им гордимся и стараемся соответствовать по мере сил. Понимаете, я занимаюсь вот историей Древнего Востока в широком смысле, можно так сказать. Древний Восток это то место, где зародилась человеческая культура. Там возникло все то, что является главными признаками любой современной культуры. Там возникло впервые государство, там возникли все религии, ныне существующие, там возник календарь, которым мы до сих пор пользуемся, там возникли системы счета, которыми мы до сих пор пользуемся, там возник первый алфавит, с которого произошли все современные алфавиты, включая и наш тоже, в конечном счете, включая кириллицу. Поэтому, естественно, тот, кто плохо знает или вообще не понимает истории Древнего Востока, конечно, не понимает историю вообще, потому что начинать, конечно, надо с корней, с начала. Поэтому для любого историка, чем бы он ни занимался конкретно, необходимо знание истории Древнего Востока. Ну, а прямые аналогии, конечно, проводить не стоит, это слишком просто. на самом деле человеческая природа тоже менялась, и менялась очень сильно. Это происходило всегда и происходит до сих пор. И то, если человеческая природа не меняется, это очень плохо, потому что меняются условия жизни, меняются требования, предъявляемые к человеку и природой, и его работой, и общественным устройством. Так что природа, физическая природа, его может не меняться, но умственно человек меняться обязан. А духовно? Духовно тем более. Человек, который не меняется, это покойник, извините. Не меняются, только покойники. Так что меняться надо. Можно как угодно уважать старину. Вот на днях мне пришлось прочитать, что обращение к прошлому является показателем здоровья цивилизации, культуры. Это неправда. Обращение к старине является показателем растерянности культуры, растерянности цивилизации. Это происходит тогда, когда виды на будущее или мрачны, или неопределённы. Туманны. Туманны, да. Вот мы примерно в таком положении долгое время находились, но культура, настоящая культура жива и развивается тогда, когда она умеет правильно сочетать традиции и новаторства. Если бы мы строго соблюдали все традиции, мы до сих пор жили бы на деревьях, или в лучшем случае в пещерах. Но, слава Богу, этого не происходит. Но, с другой стороны, конечно, здесь необходимо соблюдать равновесие между тем и другим. Это трудно, тут нет никаких рецептов, но это необходимо, и этому надо научиться. Ну, я не специалист по столь серьёзным вопросам, я могу только сказать о своём личном ощущении, которое я по этому поводу испытываю. Я твёрдо уверен в том, что Россия представляет собой составную часть Европы. И если мы будем от этого отрекаться, нас ждут очень большие неприятности и беды. Как любая страна христианская, мы, конечно, часть Европы. Потому что основным признаком европейской культуры, конечно, является христианство. Не важно, что оно сейчас там, сейчас очень много неверующих, это совершенно неважно. Я сам атеист, но я признаю огромную историческую роль христианства, её нельзя не признавать, было бы смешно это отрицать. И как христианская страна, мы часть христианской Европы. Вот и всё. Так для меня, на всяком случае. Опять же, мы не должны следовать никакому пути развития, мы должны искать свой собственный путь. Но учиться у других не стыдно, стыдно не учиться. Вот эти заявления о том, что нам нечему учиться у Европы, это заявления не учить, нежелающих или линящихся, или неспособных учиться. Другое дело, что мы всё это должны, конечно, как следует переварить и приспособить для своих конкретных обстоятельств. Но учиться, повторяю, не стыдно никогда. А кроме того, европейский путь развития доказал свою результативность. О чём тогда вообще разговор? Ну, на этот вопрос трудно ответить. Проблемы, разумеется, всегда есть. Разумеется, я хотел бы, чтобы на науку отпускали больше денег. Как можно больше. А сколько можно больше, я не знаю. Я не специалист, я не финансист. Я не могу ответить на этот вопрос. Но сейчас положение удовлетворительное? Лично я полагаю, что положение неудовлетворительное, конечно. Мы не получаем половины всей необходимой литературы, например, которая требуется нам. Конечно, это грозит нам отставанием. Собственно, оно уже началось, потому что всё время думаешь о том, как бы не изобрести велосипед по нечаянности, просто потому что не знаешь, что он уже изобретён. Но таково положение всех наук. В этом смысле наша наука ничем не отличается от других. Российские учёные, как и всегда, на мировом уровне смотрятся очень хорошо. Мы качественно, в общем-то, практически никому не уступаем. Конечно, нас много меньше, нас даже слишком мало. И потом, повторяю, у нас очень большие проблемы с литературой и тому подобными вещами. В общем, пока что мы ещё не уступаем нашим коллегам на Западе. Но боюсь, что это долго не продлится, если так где-то дальше. Ну, столицу Карелии я навещаю не в первый раз. Просто в этот раз мне удалось посмотреть то, что я никогда не видел раньше. Вот, в частности, этот замечательный музей, в котором мы находимся. Зал Дворянского Собрания. И вообще весь музей, почему только Зал Дворянского Собрания. У вас замечательные музеи здесь, ну, а то, что город, конечно, в очень плохом состоянии, это беда и моего дорогого Петербурга тоже. Петербурга. Спасибо.